Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. К новым высотам на глубине 2,5 метра. В Талткургане к сентябрю планируется запустить крытый плавательный бассейн олимпийского образца. Подорожал автоутиль. Теперь владельцы автолома смогут выручить от 200 до 750 тысяч тенге. Доступно, но не всем. Некоторые объекты из Кельдинского района оказались недоступными для инвалидов. Последние штрихи. В Талткургане уже скоро планируется открытие плавательного крытого бассейна мирового уровня. Уже сегодня он поражает своим архитектурным обликом и неповторимым стилем. И претендует стать новой визитной карточкой областного центра. Крупнейший в своем роде объект Казахстана распахнет свои двери уже в сентябре этого года. Планка задана самого высокого уровня. Поэтому важна каждая деталь. В связи с этим Акималматинской области Амандык Баталов лично инспектировал ход строительства объекта олимпийского стандарта. Основные работы практически завершены. Теперь силы строительных бригад брошены на внутренние отделочные работы. Естественно, самоконструкция собрана по полочкам с учетом сейсмоустойчивости, комфортности и так далее. Глава региона проведенной работой доволен, но коррективы внес, чтобы была гармоничная цветовая гамма, а плитка составила четкий рисунок. Объект олимпийского стандарта. Поэтому и требования самые высокие, даже к мельчайшим деталям. Комиссары специально будут приезжать с Олимпийского комитета, с Федерации международной, будет проверять, вплоть до этого, от и до, и все параметры должны сходиться. Вы поняли, да? Просто так не надо. Вот как в футболе ездят, в футбольное поле смотрят, правильно, да? В волейболе смотрят покрытие площадки, сетка соответствует, нет, другие эти. Здесь будет точно так же смотреть воду. Вот как содержание хлора, содержание других вещей, бернгера. Стоимость проекта – 11 миллиардов тенге. Порядка пяти с половиной из них – частные инвестиции. Главная деталь – плавательный бассейн, 50 метров. Это соответствует требованиям Международного Олимпийского комитета. Он предназначен для учебно-тренировочных занятий по плаванию, водному полу, синхронному плаванию и аквааэробике. Почти готов к эксплуатации. Рядом расположился второй. Для прыжков с высоты от 2 до 10 метров. Также есть детский бассейн. Одним словом, комплекс рассчитан для людей всех возрастов и категории. Не избавлять обороты и главное – делать на совесть, то есть качественно. Особо поручил Амандык Баталов. Думаю, светильники, подсветка, другие дела. Все должны продумать. Вот и до. Скамейки, да? Скамейки, конечно. Это здание, ночью он должен светиться. Не за счет внутреннего, а снаружи должен был полный освещаться. Плавательный бассейн расположился в юго-западном районе города и примыкает к парку Жастар. На объекте, не покладая рук, трудятся 475 работников. Уже с сегодняшнего дня, помимо ремонта внутренней части, строители приступают к активной фазе благоустройства. При этом несколько малых объектов частной застройки, оказавшиеся на территории бассейна, будут снесены. Бассейн состоит из двух частей. У Акима были вопросы по второму этапу. Второй этап в экспертизе. Первый этап на стадии окончания. Для чего нужен второй этап, чтобы все пусконаладочные работы мы могли запустить. Проверить бассейн, заполнить подогрев воды, вентиляцию и прочее, прочее. Все эти оборудования надо перепроверять. На сегодняшний день, на стадии отделки, завершения, ну Аким ставят вопрос к сентябрю, к концу, он ставит вопрос пока. Но все это зависит еще и от второго этапа. После сдачи в эксплуатацию комплекс сможет принимать до 750 человек в день. Это даст большой импульс развития в регионе водных видов спорта, а соответственно появление новой плеяды чемпионов. Ильман Раимбек, Жаслан Женгер, Телеканал Житсу, Талакурган. Туризм. Нынешним летом на контроле санврачей. На побережье озера Алаколь установят ПЦР-лабораторию. Областная экспертная группа проверяла готовность объектов туризма к приезду отдыхающих на нескольких базах отдыха Лазурного побережья. Специальная мониторинговая группа во главе с заместителем Акима Алматинской области и главным санитарным врачом региона прибыла в Ушарал. Цель визита – инспектирование объектов туризма на предмет соблюдения санитарных норм на побережье Алаколя и готовность медучреждений к экстренным случаям. Озеро Алаколь – жемчужина Житсу. В прошлом году на его побережье отдохнуло более полутора миллионов туристов. В этом году из-за пандемии вопрос к запуску туристических баз остается открытым. Намеченная дата купального сезона на пляжах и побережьях Алаколя – 13 июня. Владельцы баз отдыха, идя навстречу отдыхающим, а также в целях соблюдения всех санитарных норм, должны продумать все алгоритмы своей работы. Это и установка дезинфицирующих тоннелей, и бесплатная раздача защитных масок, и доставка питания в номера, и организация шведских столов с соблюдением санитарного расстояния. Было отмечено, что коттеджные базы отдыха находятся в выгодном положении из-за дистанцирования строений. Такие вопросы обсуждались за круглым столом среди представителей мониторинговой группы и предпринимателями. В свою очередь районные санврачи отмечают, что из 177 проинспектированных объектов туризма 84 закрыты, а более 70 не соответствуют требованиям санитарных норм. Их владельцам даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Наши специалисты, специалисты санэпидслужбы, специалисты управления туризма и Акимата научили, дали рекомендации работу по новому формату. Мы, сами знаете ранее, справки на COVID-19 требовать не будем. Но мы, посоветовавшись с Акимом области, решили сюда пригнать передвижную лабораторию. Здесь, на базе врачебной амбулатории, прямо возле базы отдыха, будут они стоять. Исследовать будет только тех с признаками заболевания, то есть по эпидемиологическим показаниям. В свою очередь, заместитель главы Алматинской области подчеркнул, что к 20 июня ПСР-лаборатория уже должна быть на Аллаколе. На диких пляжах нельзя допускать массовости. За этим должна следить полиция, отметил Батыржан Байжуманов. В любом случае, мы должны работу с владельцами этих зон провести, дать разъяснения, памятки, чтобы у них были на руках. У каждого сотрудника, который будет работать с посетителями, мог разъяснять. Разъяснять. На страже здоровья населения стоят пять медицинских специалистов. В больничном комплексе села Кабанбай на 4600 квадратных метрах полным ходом идет капитальный ремонт, которого в здании не было с момента его открытия, 1970 года. Следует отметить, что за последние два года в село прибыло шесть врачей общей практики из числа молодых специалистов. Свыше 18,5 тысяч населения прикреплено к поликлинике. Вы, когда капитальный ремонт делаете здание, вы должны учитывать все вот эти требования современные, которые у нас сейчас необходимы. Правильно? Правильно. Инфекционное отделение, оно должно быть закрытое полностью, боксированные палаты должны быть. Кроме этого, оборудованное должно быть в пид-палатах. Правильно? Обязательно. С учетом этого всего, чтобы делали. Конечно, конечно. Продолжая тему здравоохранения, следует отметить, что в Волокольском районе работают 113 врачей и чуть более 560 медсестер, которые обслуживают более 67,5 тысяч жителей. Специальная мониторинговая группа посетила с инспекцией центральную районную больницу города Ушарал. Здесь перед входом установлены специальные фильтры, так называемая красная зона, через которую проходит каждый, прежде чем попасть в медучреждение. В Волокольской больнице районный центр города Ушарал расположен. Находится 8 отделений на 245 коек. Из них 125 коек в самом районном центре города Ушарал, 70 коек Аул Хабамбай и 45 коек Достых сельской больницы. В нашем районе больницы имеется 8 отделений. Подводя итоги работы районных мониторинговых групп, Батаржан Байжуманов оценил качество подготовленности медучреждений. Вместе с тем дано направление владельцам туристических баз по обеспечению безопасности отдыхающих. Евгения Присяжина, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Алокольский район. Дорожная карта занятости сыграла ключевую роль поддерживающего фактора. И не только в восстановлении социальной сферы и инфраструктурных объектов, но и в трудоустройстве населения. Что в период пандемии является колоссальной поддержкой регионов. Свыше 4,5 миллиардов тенге выделено в текущем году на реализацию дорожной карты занятости в Алокольском районе. Ход работ проинспектировал заместитель Акима Алматинской области Батаржан Байжуманов. Подробности в следующем сюжете. По Алокольскому району в программу вошли 53 объекта. В их числе спортивные, игровые и прогулочные площадки в Ушарал и сельском округе Бесколь. Так, в парке Женис, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров, близки к завершению восстановительной работы. У нас силовые тренажеры, с левой стороны детский игровой комплекс. Варкаут площадка есть? Варкаут, да, силовые будут. Малые архитектурные формы, тренажеры, волейбольное и баскетбольное поле, а также молодые зеленые насаждения придадут парку ухоженный вид, уют и особый колорит. По количеству людей 17 человек по проекту задействовано, из них 8 человек через центр занятости. Работа закончится 30 июня. Начались работы 2 мая. 80% работы уже выполнено. Остается у нас зеленое насаждение и покрытие с установкой дополнительных мафов. Своими масштабами и прорисовывающейся архитектурой впечатляет строящийся современный парк в селе Акши. Здесь на 4 гектарах разбиты несколько игровых площадок, уютные беседки, причудливой формы амфитеатр, сухой фонтан. Зеленый полок сформирует около полутора тысяч деревьев разных пород. Батержан Байжуманов по достоинству оценил инфраструктуру будущего парка и отметил важность создания комфортной среды для населения. Не осталось без внимания руководство области и проводимой реконструкции средней школы села Кайнар. Учебное заведение на 300 учащихся было построено еще в 1973-м, но капитального ремонта не видела со дня своего основания. Теперь все инженерные коммуникации обновляются силами 175 рабочих, 88 из которых трудоустроены в рамках программы «Дорожная карта занятости». Проведение капитального ремонта школы имени Григория Безродного в селе Ужбулак – еще один объект инспекции руководства области. В здании ведется сейсмоусиление и полная замена всех коммуникаций. На этом объекте трудятся более 80 жителей села, нашедших работу через Центр занятости в рамках «Дорожной карты». Ждет реконструкции и Алакольский гуманитарно-технический колледж. Через два года учебному заведению исполняется 50 лет. И на все эти объекты в основном большинстве привлекаются для работы местные жители. В рамках «Дорожной карты занятости» в Алакольском районе запланировано реализовать 53 проекта. 52 уже реализованы. Остается один нереализованный проект, по нему трудоустроят 5 человек. В районе запланировано 1179 рабочих мест. 592 – через «Дорожную карту занятости». На сегодняшний день через Центр занятости нашли работу 591 человек. Из всех трудоустроенных – 50% молодежь. В рамках объезда социальных объектов Батражан Байжуманов неоднократно отметил, что государство выделяет немалые деньги на строительство, благоустройство, капитальный ремонт зданий и инфраструктуры регионов. Поэтому сроки и качество на контроле руководства области. А на местах детально реализацию программы отслеживают и специальные мониторинговые группы. Евгения Присяжина, Ержан Дусен, телеканал ЖТСУ, Аллакольский район. У Алматинской области появилась еще одна визитная карточка. На высоте 1200 метров над уровнем моря. На сегодня, по словам специалистов, это самая большая высота в стране, на которой развивается флаг Казахстана. Новый флагшток поднял голубое знамя на площадке Куктубе в городе Горняков-Тикили. Смотровая площадка Куктубе изменилась до неузнаваемости. Излюбленное место горожан находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Помимо полной реконструкции и благоустройства, здесь установлен 12-метровый флагшток. Реализована патриотичная идея в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». К слову, аналогичный флагшток высотой в 25 метров установят на центральной площади города, названной в честь независимости страны. Строительно-монтажные работы уже начались. Мы завершили два проекта. Один из них – флагшток 12-метровый и благоустройство всеми любимого места Куктубе, смотровая площадка города Текили. В городе реализуются 13 проектов. Там 15 улиц отремонтированы. В 7 улицах улиц на освещение появится. Вот на этой набережной появится на солнечных батарейках освещение именно по набережной. Помимо этого, 6 спортивных площадок, 6 воркаут-площадок появится, один в футбольное поле в поселке Рудничный, в поселке Рудничный новый тротуар появится. И такие много объектов. В нынешнем году на реализацию «Дорожной карты занятости» городу Текили выделен 1 миллиард 800 миллионов тенге. Трудоустроено 216 безработных жителей. Часть из них привлечена к работам по дорожному строительству. Их силами будет отремонтировано 10 улиц Моногорода. Через дорожную карту у нас работает 12 человек. По окончанию проекта работники, которые хотят у нас на Туошке остаться, и обеспечат, работать будем дальше. Наряду с реализацией программы «Дорожной карты занятости» ведется восстановление детских придомых площадок за счет средств местного бюджета. Из 22 объектов 5 на стадии активного ремонта. На реконструкцию выделено более 370 миллионов тенге. Для детворы будут установлены турники, качели и другой игровой инвентарь. Новые площадки будут отличаться и подложкой. Вместо асфальта укладывается искусственное травяное и резиновое покрытие. Подрядные организации обещают сдачу объектов в октябре. Целевое расходование бюджетных средств по всем реализуемым проектам и качество строительных работ на контроле Общественного совета депутатов и общественности. В Казахстане увеличен размер выплат за сдачу автомобиля на утилизацию. Теперь этот показатель равен 72 мрп или 200 тысяч тенге. И это только за легковушку. За грузовые можно получить сертификат на сумму до 750 тысяч. Напомним, раньше за старенькое авто полагалось 150 тысяч тенге. Еще одно приятное нововведение – сокращение сроков перечисления денег. Перевод средств на счет собственника будет произведен максимально за два дня. Дополним, всего с начала реализации программы по утилизации было принято более 130 тысяч автомобилей. Из них свыше 7 тысяч – 200 автомобилей толдукурганцев. Ежемесячно в областном центре сдаются порядка 150-200 старых авто. Выплата теперь привязана к месячному расчетному показателю. Мы посчитали это верным решением. Для сдачи автомашины в наличии должна быть справка с автоцона, что машина снята с учета на утилизацию, удостоверение личности и банковский счет. В очередь можно встать на сайте оператора РОП. Электронно вам укажет время и день, когда нужно приехать. Оформление машины на утилизацию занимает 15 минут. Мы уверены, что все нововведения найдут положительный отклик у населения. Пустились во все тяжкие. Сразу о двух громких задержаниях заявили сотрудники антикоррупционной службы Палматинской области на брифинге со СМИ. По информации спикера, оба дела имеют статус особо тяжких коррупционных преступлений и связаны с получением дачи и взятки. Одно из них произошло в Керблакском районе в период ЧП с участием заместителя Акима и представителя частной компании. Фигурант второго инцидента – руководитель областной ветеринарной территориальной инспекции. Предприимчивый начальник таким образом содействовал трудоустройству будущего подчиненного. Однако цена вопроса в 700 тысяч тенге обернулась для него задержанием. На данный момент оба дела на стадии расследования. Отметим, департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алматинской области за пять месяцев текущего года зарегистрировал 105 уголовных правонарушений, из которых более 70% являются коррупционными. Расследование в отношении заместителя и руководителя Керблакского района и представителя ТОО по факту получения и дачи взятки. Они подозреваются в получении и дачи взятки за фактически невыполненную работу на сумму 15 миллионов тенге, за что и получили взятку в виде денежных средств на сумму 200 тысяч тенге. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Итоговое решение будет вынесено судом. Президент Казахстана Касымжом Артокаев назначил выборы в Сенат парламента на 12 августа текущего года. Выборы пройдут в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов Сената. Правительству Казахстана, Акимам городов Нур-Султан, Алматы и Шимкента областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената парламента, говорится в указе президента. В Сенате парламента всего 47 депутатов, 15 из них назначаются президентом Казахстана. Остальные представляют области и города республиканского значения. А в Карагандинской области с 13 июня возвращают карантинные меры из-за прироста заболеваемости COVID-19 выше 7%. Об этом заявил Аким области Женес Касымбек. В регионе за последнюю неделю выявлено 303 бессимптомных носителя коронавируса, а за минувшие сутки зарегистрировано 52 заболевших. К сожалению, большее количество зараженных выявляется после проведения семейных мероприятий. К примеру, в Щецком районе после проведения поминального обеда заразился 21 человек, сообщил Аким Карагандинской области. Как стало известно, автобусы в Карагандинской области будут возить пассажиров только с 6 часов до 10 часов утра, а также с 17.00 до 21.00 часов вечера. Пользоваться личным транспортом в ночное время запрещено. В такси не допускается перевозка более одного пассажира, а около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций переводятся на удаленный режим работы. Ограничивается по времени работа общественных и торговых объектов. 18-летний парень Нурсултани, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался украсть психотропные препараты в аптеке. Инцидент попал на камеру наблюдения аптеки. Судя по кадрам, провизор попросту закрыла дверь в служебное помещение, и грабитель ушел ни с чем. Оперативно его задержали столичные полицейские. В настоящее время проводятся досудебные расследования. А тем временем камеры автоураган заработали вновь в Алматинской области. В региональном департаменте полиции сообщили, что в Талдыкургане и близ Алматы полностью завершен ремонт комплексов видеофиксации нарушений ПДДД. В частности, в областном центре в строй вернулись камеры автоураган, установленные на пересечении улиц Жансугурова-Шевченко, Назарбаева-Алдобергенова, Жансугурова-Жельтухсан, Шевченко и Гаухарана, а также Аблайхана-Уалиханова. Напомним, ранее жители Талдыкургана написали коллективное заявление в полицию, сообщив о неправомерных штрафах, полученных ими при проезде по пяти перекресткам областного центра. В них показаны неверно указанные данные о скорости движения, а также даты и время проезда. В департаменте полиции Алматинской области провели проверку, после чего сделали официальное заявление, в котором признали правоту жалоб талдыкурганских автовладельцев. Посты комплекса, расположенные в городе Талдыкурган, вновь подключены к работе и в настоящее время в полной мере осуществляют свои функции. Также восстановлена работоспособность постов автовладельцев, расположенных вокруг города Алматы. С начала года данными камерами выдано более 13 тысяч предписаний на сумму свыше 65 миллионов тенге. Долой барьеры! Наш корреспондент Дамир Анитов недавно принял участие в работе специальной комиссии, которая проверила доступность для инвалидов в учреждении соцкультбыта в Талдыкургане. Теперь аналогичную работу комиссия провела в Искельдинском районе, среди зданий государственных учреждений, пандусы, тактильные дорожки и доски Брайля. Что из этого имеется в проинспектированных объектах? Смотрите далее. Отдел занятости – один из самых посещаемых. Ежедневно в учреждении получают услуги свыше 100 человек, в их числе и инвалиды. С этого объекта и приступили к проверке члены специальной комиссии. Пандус и кнопка вызова для колясочников имеются. Для глухих и слабослышащих установлены таблички и информационные стенды. Кроме того, для незрячих имеется доска Брайля, а также тактильная дорожка, которая помогает ориентироваться им в пространстве. Единственный недочет – неправильно обустроенный санузел. Двери входные соответствуют проемам, а именно сама кабинка, где непосредственно находится сам унитаз, имеются поручные, но тем не менее нет кнопки вызова для экстренного вызова в случае какой-нибудь необходимой помощи. Нет крючков, чтобы повесить костыль или вещи какие-то, крючки отсутствуют. И дверь самой кабинки не соответствует. И сам объем, где находится непосредственно унитаз, должен быть удобен. По государственным объектам многие проблемы в самом начале 2005 года после принятия закона были. После обращения, неоднократных обращений инвалидов, эти преграды были устранены. Но, к сожалению, в частных структурах они и по сей день имеются. Не везде есть парковки для инвалидов, не везде пандусы соответствуют. Иначе обстоят дела в районном отделе образования. Здесь пандус не требуется, однако у входа есть небольшой выступ. Проехать его самостоятельно колясочник не сможет. Кнопка вызова не работает. Тактильная дорожка и доска Брайля отсутствуют. Кроме того, уборная не оснащена поручнями, а ширина двери всего 60 сантиметров. Тогда как по нормам должно быть не менее 90. Никаких условий для инвалидов здесь нет, заключили проверяющие. Данным проверкам будут даны предписания в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На устранение выявленных нарушений будет дано один месяц. Если в случае одного месяца недостаточного времени, то они в течение трех рабочих дней после получения предписания могут в письменном виде обратиться в департамент со сроком продления данной предписания. С начала года ответственным органам проверены шесть госучреждений, в их числе отдел полиции, отделы занятости, центры адаптации, отделы образования и так далее. До конца года они намерены проверить еще семь объектов. Дамир Анитов, Габит Кавдрахман, Телеканал ЖИЦУ. Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Вилийском районе. К тушению подключился вертолет Ми-8 с водослевным устройством объемом 3 тонны. К этому часу пожарными автоцистернами и вертолетом залито более 600 тонн воды. Инженерной техникой завезено и засыпано порядка 1200 тонн грунта. На месте пожара организован бесперебойный подвоз воды и грунта. Производится рекультивация. Площадь загорания составляет 3 гектара. Тушение осложняется глубиной тлеющего мусора – около 10-15 метров. В тушении пожара всего задействованы порядка 100 человек и 50 единиц техники. Организован подвоз горючо-смазочных материалов и питания для задействованного личного состава. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин